Восьмого мая 1945 года в Берлине представителями германского командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против фашистских захватчиков, победоносно завершена. Германия полностью раздавлена. 74-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне Славянск на Кубани встретил военным парадом. Роняясь! Сверху на! Ровнение на! Середину! Товарищ полковник, парад Славянского гарнизона во знаменование 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне построен. Командующий парадом майор Арманов. Здравствуйте, товарищи ремонтники! Здравия желаю, товарищ полковник! Поздравляю вас с Днем Победы! Ура, ура, ура! Здравствуйте, товарищи гвардейцы и десантники! Здравия желаю, товарищ полковник! Поздравляю вас с Днем Победы! Ура, ура, ура! Здравствуйте, товарищи моряки! Здравия желаю, товарищ полковник! Поздравляю вас с Днем Победы! Ура, ура, ура! Здравствуйте, господа казаки! Здравия желаю, товарищ полковник! Поздравляю вас с Днем Победы! Ура, ура, ура! Здравствуйте, товарищи учащиеся! Здравия желаю, товарищ полковник! Поздравляю вас с Днем Победы! Ура, ура, ура! Участников парада, а также жителей и гостей города с праздником Победы поздравил глава Славянского района Роман Синеговский. Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и дети войны, солдаты и офицеры, жители и гости Славянского района, поздравляю вас с Днем Великой Победы, с праздником, который всегда был, есть и будет самым дорогим, священным для каждого из нас, для всей нашей огромной страны, праздником гордости и вечной памяти. 74 года назад закончилась Великая Отечественная война. Фашизм был сломлен, положен конец его зверства. За свободу родной земли боролся весь наш многонациональный народ. Не все дошли до победы. Ради мира, ради нас с вами, миллионы воинов-освободителей отдали свои жизни. Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, позвольте еще раз сердечно вас поздравить с Днем Великой Победы. Опыт вашей жизни опаленной войной – это вечный пример для всех поколений. Мы преклоняемся перед вашей преданностью Родине, гордимся вашим подвигом, снова и снова говорю спасибо за победу, за счастливую жизнь наших детей и мирное небо над головой. Пока мы помним, мы живем. И прижимая к груди портрет деда-фронтовика, всем своим сердцем, всей душой хочется передать детям святую память о войне, дух и смысл Великой Победы, чтобы они гордились историей своей страны и подвигом старшего поколения. Берегли мир, искренне любили Россию и Кубань. Низкий поклон поколению победителей. Мира, счастья и благополучия всем жителям Славянского района. С праздником, дорогие друзья! С Днем Великой Победы! 9 мая – особый праздник, день, в котором смешались всевозможные человеческие чувства, боль и радость, горе и счастье, все охватывающие чувства радости от победы и гордость за свою страну. Это, наверное, единственный праздник, который так объединяет наш народ. А еще это день благодарности и признательности тем, кто освободил мир от фашизма – фронтовикам. Через их сердце и судьбу прошла война. Ценой огромных жертв и лишений они отстояли свободу и независимость нашей страны. 74-ю годовщину Победы с нами встречает 50 ветеранов. День Победы – это радость со слезами на глазах, так вот это соответствие действительности. Все бегали, радовались победе, обнимали, целовали друг друга и плакали одновременно. Вот такое было чувство радости, чувство того, что, слава Богу, все закончилось, война закончилась, начнется мирная жизнь. Что бы хотели пожелать будущим поколениям? Самое главное, я думаю, что это чувство патриотизма, чувство ответственности за свою страну. Я был командиром автоматного отделения, поэтому у нас формировали отряды, как раз в то время выпустили автоматы, формировали отряды и бросили на восточный. Там я оказался, ну, там пришлось воевать. В первых рядах принимали огонь на себя. Я даже не думаю, что вернусь домой и буду жить. Можно пожелать многое. Растить детей умных, хороших, спортивного настроения, радостного, доброго. За победу в Великой Отечественной войне наша страна заплатила несоизмеримо огромную цену более 26 миллионов погибших, большая часть из которых были мирные жители. Память всех погибших почти минутой молчания. После митинга начался военный парад. Принять участие в параде для каждого участника было высокой честью и гордостью. Казаки являются защитниками Отечества наряду с регулярными войсками. Какие бы войны не вела Россия с врагами, казаки, невзирая на возраст, все воевали. Чувствую связь со своими предками, участниками Великой войны и победителями. То есть связь времен прежде всего. Ну и гордость за принадлежность родине России, Кубани, казачеству. Сегодня наша школа принимает участие в параде. Мы очень гордимся тем, что совершили наши предки ветераны. Это для нас очень большая гордость. Я хотел бы поздравить всех с Днем Победы, то, что это очень памятный для нас день. И все мы этим должны гордиться и помнить из года в год. Парад! Роняйсь! Сегодня в разничном параде принимают участие Войсковая часть 25356 10-й отдельно ремонтно-эвакуационный полк Южного и Новокруга Командир части подполковник Руденко Игорь Васильевич Войсковая часть 75302 7-й гвардейской краснознаменной орденов Суворова и Кутузова Дистантно-штурмовая дивизия Горная Командир батальона гвардии Подполковник Ерев Алексей Владимирович Государственный морской университет имени адмирала Ушакова Возглавляет университет доктора технических наук Профессор Сергей Иванович Кондратьев Является крупнейшим учебным заведением водного транспорта Единственным высшим учебным заведением на юге России Выпускающим морских специалистов для судоходных компаний Славянское районное казачье общество Возглавляет подъясаул Заболока Александр Григорьевич Общество образовано в 1991 году На сегодняшний день насчитывает более 1900 казаков Лицей номер один имени семи героев Советского Союза выпускников школы Лицей дважды становился победителем национального проекта образования Входит в топ-100 лучших образовательных учреждений края Школа номер три имени полководца Александра Васильевича Суворова Города Славянска на Кубани Губернатором Краснодарского края школе вынесена благодарность За активное участие в ежегодном конкурсе по военно-патриотическому воспитанию граждан На приз маршала Жукова Школа номер 17 имени героя Советского Союза генерал-майора Василия Васильевича Колесника Среди участников парадного расчета шесть отличников учебы Победитель зонального этапа конкурса проектов Эврика Школа номер 18 имени героя Советского Союза Ивана Константиновича Бородина Школа гордится достижениями своих воспитанников Школа номер пять имени героя Советского Союза Василия Филипповича Маргелова Среди участников парадного расчета воспитанники военно-патриотического клуба «Юный десантник» Школа номер 16 имени героя России гвардии майора Таранца Сергея Геннадьевича Значительная часть учащихся обучается в кадетских классах Ребята ежегодно участвуют в краевых парадах Кубанского казачьего войска в Тиховских поминовениях По итогам месячника оборона массовой и антопатриотической работы Школа неоднократно занимала призовые места Учебное заведение принимает активное участие в военно-спортивных соревнованиях На слете православной молодежи Кубани Сотни славянцев пришли принять участие в праздничных мероприятиях Для каждого это личный праздник Великий, радостный и трагичный одновременно С последнего военного дня прошло уже 74 года Но не тускнеет от времени память Не забываются рассказы родных и близких о войне У нас дедушки воевали все У нас один дедушка был танкистом, другой пехотинцем был Есть дедушка, который просто пропал без вести буквально в первый 41-й год сразу Что для нас значит? Для нас это величайший праздник Наши бабушки, дедушки, они всех затронула наша война Поэтому мы сейчас живем в счастливых условиях Мы комфортны, у нас нет таких бед Спасибо нашим дедушкам Ну ты громко скажи И спасибо нашим дедушкам Спасибо нашим дедушкам И не только дедушкам, и бабушкам У меня бабушка была маленькой юной девочкой Которая работала на железнодорожной станции За то, что решили вступить в этот смертный войс Моей супруге дедушка воевал за Сландским районом Похоронен в братской могиле в Коржевском Мы каждый год, вот сейчас после демонстрации поедем туда И привлекаем сейчас внуков и внучат Ехать, сейчас будем туда тоже там празднование Возложить цветы, побыть своим родным дедом Такой ценой заработанный мир в нашей стране Это самое главное И надо передать своему будущему поколению Всем в веках Чтобы никогда такого не случилось Сменяются поколения Уходят в прошлое именно тех, кто не жалея жизни Боролся с фашизмом Но они навсегда останутся в нашей памяти И в памяти наших потомков Память о людях, чьи имена умножали славу Отечества Это самое дорогое и священное Что мы можем оставить после себя Анна Монастыренко, Георгий Калинин, Константин Монастыренко, Сергей Тимовский Специально для праздничного выпуска программы События Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин